Добрый день, уважаемые зрители! Вы смотрите канал Марков 24. Сегодня мы в гостях в театре кошек Юрия Куклачева у легендарного клоуна, артиста цирка, народного артиста России Юрия Дмитриевича Куклачева. Здравствуйте, Юрий Дмитриевич! Здравствуйте! Во-первых, хочу поблагодарить вас за тот спектакль. Я накануне вашего интервью побывал на вашем представлении. Я был на ваших спектаклях в детстве, но то, что мне удалось погрузиться через много лет в ту же атмосферу детства, это удивительно. И я видел горящие глаза людей, которые выходили со спектакля, как взрослых, так и детей, с морей эмоций. И тоже люди настолько рады тому, что попадают на ваш спектакль. Спасибо вам за это. Ну, что делать? На самом деле, я здесь первый раз, но мне очень понравилось. Куклачев прошел мимо всех и дал погладить всем собаку. И поскольку я был около середины, я погладил ее, мне очень понравилось. Да, понравилось. Такое впечатление, там котики, мне они очень нравятся. Просто они милые. Я очень люблю кошек и с детства мечтал попасть на шоу Куклачева. Ну, попал только сейчас, но от этого не менее весело. Конечно, много детей, но мне очень нравится и я очень рад, что он наконец-то попал. В театре Куклачева я первый раз. Приехала сюда с мучкой и нам спектакль очень понравился и вообще мы все в восторге. От самого здания, от атмосферы здесь, прекрасной атмосферы, радостная такая, жизнерадостная атмосфера. Как вам удается столько лет держать марку? Дело в том, что, наверное, я живу в любви. Меня любят мои кошки, меня любят мои дети, внуки, жена, понимаете, зрители любят. И чтобы тебя любили, надо все-таки держать вот эту такую атмосферу. Просто любовь не может быть долго. Если она не подпитывается чем-то, нет взаимности, то она тихонько так погасает. Нужна взаимность. Поэтому, когда ты чувствуешь, что к тебе идет вот с любовью, с уважением, то ты должен еще больше дать. Чтобы подпитать, надо еще больше, как бы раз волну больше. Человек, он еще тебе тогда больше. И вот эта вот взаимно такая человеческая такая внутренняя энергия, вот добрая энергия, она вот и выстраивает взаимоотношения между людьми. Понимаете? И ваш театр настолько уникален, что приходишь в театр, и театр начинается уже как-то только вошел. Уже стоит Юрий Дмитриевич Куклачев и встречает всех гостей. И причем вместе с вами зрители входят в зал. Это просто удивительно. Ни в одном театре такого не найдешь. Для меня вот все-таки Константин Сергеевич Станиславский, я всегда брал с него пример. И он для меня такая именно основная личность, на которого я равняюсь. Он правильно сказал, театр начинается с вешалки. Поэтому, когда вот у меня даже до вешалки еще зрители не дошли, я перед вешалкой встречаю. О-о-о-о! Представляете, насколько людей... О, сам Куклачев. Это я видел на Таганке, я помню, когда Любимов ставил спектакль, и там стояли актеры, играли на гармошке, на гитаре, песни пели. Мне это интересно было. Это актеры, народные артисты, вот среди людей можно пощупать, поговорить. Это хороший такой... И я все это хорошее применил. Понимаете, для меня всегда была основная задача... Я же поставил... Восемь лет поставил задачу стать клоуном. Что такое клоун? Это не просто шутно нарисовал, там носик, глаза, и кривляка. Это не мартышка. Понимаете, это... Клоун – это особый образ жизни. Это надо было много работать над собой. Сначала я искал вот форму, как я могу в этом жанре клоунады себя выразить. И где-то... Вот я же несколько раз поступал в циркаучилище, а меня все время говорят, да что ты, посмотри в зеркало. Какой клоун тут? Вот Никулин. А ты? Что такое? И я действительно в зеркало искал, но я чувствовал, что у меня не в лице клоу, но в сердце. Я тогда начал искать, а чтобы сердце его же никто не видит, надо было какие-то другие выразительные средства. И я тогда начал работу, клоунскую свою, работать, потому что я клоун коверный для себя. Коверный, который умеет и акробат, и жонглер, и эквилибрист, и в полете. Понимаете? И все. Вот я начал в этом направлении. Да, у меня нет лица, как вот внешних данных природа не дала, но у меня сердце есть. И я через сердце, и я увидел великого клоуна Ингибарова, который тоже внешне посмотришь, ну так, невзрачное лицо простого человека. А внутри, а это было огромное. Он никогда даже мало улыбался. Но это была такая мощь. Как он из своего сердца вытаскивал вот эту энергию. Как он заражал этот огромный зал. Две тысячи людей. О, кипело. Там только движение головы. И зал визжит. Представляете? И пауза. Как он умел владел этой паузой. Как он владел пластикой. И я учился у него. У него учился. Копировал где-то. Потом, что такое? Контоминация нужна. Да, сначала ты копируешь, в кого влюбился, а потом начинаешь, отталкиваясь от этого, пропуская через себя. Я же не Ингибаров. У меня не было тех возможностей, которые были у него. Я через себя пропускал. Те, которые у меня. Понимаете? В чем мое преимущество? И когда я уже закончил цирковое училище, я был клоун коверный, который владел всеми жанрами. Но я понимал, что этого мало. Мне надо встать рядом с Леней, рядом с Юрием Владимировичем, рядом с Олегом Константиновичем, Попов, Никулин, Карандаш, Ингибаров. И я должен рядом встать. Ну как я могу встать? Нет у меня данных. Ингибаров настолько мощно это преподносит. Вот как? При помощи средств. Я тоже так не могу. Что? Я всегда, Господи, ну помоги мне. Не дай мне денег. Ничего мне нет. Мне только помоги, подскажи, что я могу сделать, чтобы осуществить свою мечту. И Господь, когда ты к нему обращаешься, Он всегда помогает. Только Он не кладет руку в карман и вытаскивает на. Нет. Он так дает возможность и смотрит на тебя. Как ты среагируешь на какую-то возможность. И у меня так же. Иду по улице. И вдруг в кустах котеночек. Мокрый, дождь идет, грязный. Глаза кноем покрыты, кричит. А услышал меня, когда шаги услышал, человеческие шаги. Он еще громче как закричит. И так жалобно прям по сердцу. Я так думаю, мой бедный котеночек погибнет сейчас. Или собаки разорвут. Жалко. Первая мысль. Накормить. Вот. Накормить. Ничего-то там никакого. Накормить. Чтобы ребенка спасти. Накормить. Покушать дать. Принес домой. А там, чтобы накормить, его же надо было, чтобы в руки взять. Помыли в рукомойнике. Глаза чаем промыли. Такие большие глаза. А-а-а. Я посмотрел в них. А он высох. Такой пушистенький стал. Ой, какой красивый. И у нас сразу появился контакт. Контакт взаимоотношений. И он на меня с такой преданностью. Он как понял, что я спаситель его. Представляете, животное. Они такие благодарные. И вот он пришел ко мне, обнял меня. И смотрит в глаза. Животные разговаривают с нами. Мы же не пытаемся их прислушиваться к нему. А я как-то прислушался и смотрю ему в глаза. И у меня появляется мысль. А почему бы нам не выступать вместе? Лена, с кошками же никто не работал. Сто лет цирк существовал. Давай начнем. И начали. Но это очень сложно. Чтобы начать работать с кошкой, мне пришлось начать работать сначала с собой очень много. И именно работать не на физическом уровне, а на психическом, на внутреннем. Потому что я был вспыльчивый. Если кошка вкликнул, она сразу уши прижимает. Этого нельзя. Надо было в себе убрать вспыльчивость. Я громко разговаривал. Кошки не любят. Они сразу. Это нельзя. Я был иногда как-то невнимательный. Кошки это не признают. Если ты в доме, ты будь внимательный. Знаете, она королева. Ты будь внимательный ко мне. Я здесь главный. Не ты. Я. Понимаете там? И я начал вот отталкиваясь. Кошка стала воспитывать меня. И я такой... Я в учениковом училище для себя поставил. Мне очень понравилась книга. Режиссерские уроки Станиславского. Ну все, кто пытается, актеры, должны внимательно прочитать эту книгу и понять, как актер должен работать над собой. Нужно вести дневники. И я начал вести дневники, потому что я в училище вел дневники. Не то, что где я с кем встречал. Нет. Дневник, как я. Чтобы достигнуть чего-то, какие я находил приемы, какие упражнения, чтобы изменить себя. Представляете? И я начал изменять себя. Я взял гиппиуса упражнения, психофизический тренинг, и начал заниматься по этому тренингу. Там и простые упражнения, и углубляться, углубляться. А там весь смысл в чем? Понять самого себя. И вот я настолько увлекся этой игрой, работой, и кошка стала меня понимать. Потому что я как попробовал, как в цирке, там дрессировать на мясо, так, не идет. Придет, кушает, там все, и от чего ты хочешь, чтобы... Нет. Думаю, как же, чтобы она на зрителях-то это делала? Нет. Это же надо. Шум какой-то она боится. И вот пришлось полностью менять, вникать. И я разработал целую программу. Это такой психофизический тренинг, работа над собой. Я изменил себя. Кошка стала меня, у нас взаимопонимание, на уровне дыхания. Одного взгляда достаточно было. А если еще движение, добавляешь к этому, это вообще уже... Это язык как у глухонемых, понимаете? У нас все жесты, движения, все на этом построено. И это моя кошка. Ну, первый был Кутька, а потом появилась Стрелка. Вот со Стрелкой у меня... Кутька быстро ушел, убежал, так сказать, обиделся на эту Стрелку, убежал. И я со Стрелкой начал работать. И вот долго с ней вот эти... Она, так сказать, и не получалась, с ней как-то не выходила. Она такая строптивая была. Такая... Она вся к себе. И такая гордая. Она королева. Что? Там не подчиняться надо было и беспрекословно. Ой, да, батюшка, все, я с тобой соглашусь. Там, где что-то ты как не хочешь, она сразу кусала, царапала. Кутька, он был мягче мужчина. А это такая активная. Ну, потому что ее, когда принесли, ее побили, понимаете, она уже испытала жест человеческую агрессию. И у ней это осталось. Значит, на человека нужно первое, что нужно подать, чтобы он тебя уважал. Я создал такую программу, которая помогла мне сейчас создать одну основную программу уже для людей. Я взял эти психофизические тренинги и разработал людей учителей. Что такое учитель? Учитель – это лицо нации. Сегодня все силы были брошены на то, что учитель – это так, вот что он прикажет, то и делайте. Нет! Понимаете, это преступники, которые пробрались в Министерство образования и начали душить, активно душить инициативу, душить духовный порыв душить в сердечную теплоту, приказывать, стали требовать от учителя жандарм, ты должен быть. Встали, сели, так, сейчас оценка, ИГС сдать, это туда-сюда, зайдите в школу, подавите. Сидоров, ну, Петрова, и такая гавкающая, такая система. А я помню, когда вспоминаю свое, учителей, ведь в чем смысл? Прошло уже столько лет, 70 лет, я вспоминаю несколько учителей, из всех огромных учителей, которых у меня было, несколько, как божественное явление, как солнце. Единственное, что я могу сказать, какой чудесный человек, какой добродушный. Вот у нас я учился в ПТУ, в ремесленном ПТУ, на печатниках, и учитель преподавал печать, глубокая, высокая, овсетная. Я овсетчик на молодой квартире работал, вот, и, понимаете, проходил практику. И он с такой любовью рассказывал об этой печати, он так увлекал, он настолько, он любил это, вот ему нравилось, ой, высокая печать, ребята, это книжечка, потрогайте руками, вот щечкой прислонитесь. Он меня физически туда, он увлекал, он был человек, и он был очень такой душевный. Я ни разу не слышал, чтобы он кого-то там оскорблял, унижал, кого-то отприцал. Нет, у него было иногда, когда с плеском повернется вдруг резко, когда такое неуважительное отношение, и немножко чуть-чуть скажет, как-то повышенное, и все, уже достаточно было. И все. Понимаете? И как у меня с кошками? Если что-то мне не нравится, я в голосе, у меня есть ННД, нельзя, тембр. Он на сруду, вот металл, нельзя. Другой голос. Все. Что такое? Значит, папе не нравится. Понимаете? Значит, что-то не то я делаю. Так же и у него, он нашел этот тембр, он таким что-то поворачивался, и все, сал затихал. И он дальше опять продолжал, как будто, знаете, опять снырял, и опять купался, плавал, все, и увлекал. Поэтому моя задача, я понял, учитель, это человек, который останет, должен остаться в памяти учеников. Этот человек, который должен влюбить в себя, этих 25-30 человек, которые в классе, влюбить, они должны полюбить его. А для того, чтобы они его полюбили, он должен дать еще больше любви и уважения им. И я помню, он называл не Юрий Куклачев, он, Юрий Дмитриевич, пожалуйста, к доске. Ты, насколько меняет, мне 14 лет, Юрий Дмитриевич, я с таким уважением, я не мог к нему без уважения. Он Юрий Дмитриевич, он и меня, и отца моего, с уважением у Дмитрия, у тебя отец, представляешь, знаменитый полководец, Дмитрий Донской. Это настолько было вдохновенно, и каждого, когда даже такое хулиганинное Иван Степанович, это Иван Степанович, его парализовывало, и он вдруг, вот это была такая воспитательная сила, с учениками, по имя-отчеству. Я такого в школе не видел. А почему? Это хороший ход. Понимаете, он влюблял в себя. Или по геометрии учительница. Она такая вся, приходила, она была влюбленной в свою работу. Она умела, она умела так, она передавать материал, вот прям в каждом глаза, вот видит непонятно, она еще раз как-то другими словами. Я вспоминаю, сейчас прошло столько времени, мы домашнюю работу не делали, потому что все понимали на уроке, и 15 минут на уроке, так-так-так, и задачки все решали, потому что так все она объясняла. Поэтому если учитель ставит двойку, ты себе ставишь двойку, потому что ты не сумел объяснить, ты не сумел донести тот материал, который есть. Понимаете? Ты не сумел увлечь ученика, чтобы он пошел, взял книгу и начал читать с интересом, что это такое. Да, он не будет физиком, химиком, математиком, но ты как-то так подойди, что это же интересно. Понимаете? Этого нет. Ребята, все, что вы сегодня увидите на сцене, создано самым главным словом во Вселенной. Это не просто слово, это энергия, благодаря которой появилась земля, деревья, цветы. Мы с вами. Кто скажет это слово? Любовь. 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 Правильно. А ну-ка громко скажем. Любовь. И я решил, я говорю, главное, меня что радует, я сам открытие для себя нахожу, а потом нахожу только подтверждение у Павлова, у Антона Павловича Чехова вдруг нахожу. Антон Павлович Чехов, великий писатель, мира, его признали писателем мира. Когда в Англии сказали, какого бы из писателей президента мира назначили, ну, назначили там все, много писателей. Вдруг в Англии говорят Чехов. Представляете? Меня это потрясло. Потому что он сказал, учитель обязан быть актером, художником и влюбленным в свое дело человеком. точно вот как я веду. Я учу актерского мастерства педагога. Вот объясняю им, что урок это выступление. Каждый урок, это у меня там я один раз в день работаю, пятница, суббота, а вы работаете, вот семь, восемь представлений у вас. И это не просто представить, у вас есть тема, и на эту тему надо уметь импровизировать. К ней надо готовиться. Те нюансы какие-то находить из жизни, подключать сюда еще. Актер должен же наполнять роль каким-то своим внутренним материалом. Это не каждому нравится. Вы что это? Я должна еще свое сердце, мне одна учительница, вы что, меня не хватит сердца на всех, на них 20 человек. Поменяйте профессию. Раз у вас такой взгляд на профессию учителя, поменяйте, это не ваша профессия. Значит, вы уничтожаете наш основной, это детский, вот вы знаете, личность уничтожаете в человеке, потому что только через огромное уважение, только через огромную любовь можно проникнуть в сердце любого человека. Особенно, если это ученики, они верят в себя. Они очень берут пример с учителя. Моя Настенька пошла в школу, они побежали заниматься там рисованием, все, и вдруг приходят, я больше рисовать не буду. Я говорю, что такое? Э, учительница злая. Все. Дети поставили крест на эту учительницу, она злая. И рисованием заниматься не будет. И она уже не хочет рисовать. Я говорю, Настя, ну у тебя мама же художница, что там, вот, ну как отбила. Она даже не хочет и с мамой заниматься, понимаешь? У меня с английским языком та же самая ситуация. Ей рисовать не хочется. Эти люди должны уходить из профессии. Это преступники, которые занимаются не своим делом. И поэтому я сейчас в педагогических институтах начинаю встречаться с учениками и говорить, ребята, делайте свое дело. Если вы пришли, учитель, если это не своим делом, тебя это раздражает, тебя это зрит, тебя это возмущает. Вы же такой урон своему здоровью наносите. Вы будете болеть. У вас печень, почка. Это все отражается. Это все уже решено. На уровне еще до вас уже все ваши отсюда идут все болезни туда. Вы сами себе создаете болезнь, не болезнь. Она вас не ищет. Вы ее на шерлаху и себе притаскиваете. Поэтому у меня большая, я создал школу доброты. Кошки помогли создать школу доброты. Что это такое? Во-первых, школа. Это основа жизни любого человека в любой стране, в любом, в любого человека. Бери ты Африку, Америку, Францию, это школа. Это основа. Понимаете, основа, фундамент, с чего начинается. А доброта, это вообще, это главный элемент духовного мира. Доброту невозможно исследовать приборами, его только можно почувствовать сердцем. Понимаете, я объясняю, вы должны создать образ свой. Что такое образ? Образ, это свой внутренний стержень. Например, ты играешь гапсек, ты играешь алчного человека, понимаете, или ты играешь отелло, которое безжалостное, животное, все, оно эмоциональное, все. А вы создайте, есть образ, можно, злого. Подходит к учитель? Не подходит. Безжалостное не подходит, бессердечного не подходит, ревнивого не подходит. Вот эти, все негативные, они не подходят. А вот доброго, отзывчивого, внимательного, воспричувствительного, это подходит. Вот такой образ, и начинаете расширять. И эти состояния эмоциональные через себя пропускайте. Иногда внутри протест, что это не нравится, потому что было воспитание, так что-то не хватает, это мешает. А вы без этого невозможно. На этом, это основной стержень нравственности. Все, что моя школа доброты, это как школа жизни. Я ничего нового не придумал. Я взял основу нравственности, которая была еще 10 тысяч лет. построена, и на ней держится еще человечество. Оно еще себя не истребило, потому что есть еще эта человеческая теплота. Понимаете, это есть уважение, есть... На этом кто-то пытался на страхе. Понимаете, на страхе невозможно держать долго. Это все равно, это все временно. А вот на человеческой теплоте, теплота, но весь ужас в том, что ты, мне уже говорят, да я вот на своих детях вижу вот трое детей. Я воспитал моему принципу. Во-первых, я принцип нашел каждому ребенку, каждый ребенок по моей программе нашел самого себя, свой дар. Это очень важно. Моя школа доброты помогает ребенку найти в себе свои способности. Они у каждого есть. У каждого человека. Только не каждый пытается их себе найти. А вот я подсказываю упражнения, занятия, как это делать, у меня целый комплекс. Как это найти? Через игру, через какие-то там рассказы, через течение. Вот уже сформированные, она уже показала себя, эта программа моя. Кто-то там что-то, мне не нужно звание ученых, не надо. Я выстрелил, у меня ребеночек, Димочка старший, он у меня необыкновенный, он талант многогранный. Катенька художник, рисовала в три годика, я поощрял ее, поощрял в школе, она рисовала левой рукой, перебили на правую, я раз, когда она перестала рисовать, тогда и пластилин, у меня кучу пластилин налепило, форму, пальчиками работала, а в 14 лет я хочу быть художником, Катя, работай, и она начала работать, и поступила в академию, отлично, представляете, закончил академию художественную, Володя полтора годика танцевал брейк-данс, полтора годика, а он Майкл Джексона, я говорю, о, мы в 4 класс балет, стал звездой балета за рубежом, был звезда, там вся страна на него молилась, и вдруг он мне звонит, говорит, папа, мне так здесь жарко, я хочу домой, я говорю, сынок, конечно, приезжай в театр, балет с кошками и сделай, и мы сделали балет с кошками, это уникальное зрелище, это все, кто приходят, профессионалы, которые знают, что такое, Гранд Батман, прыжки, они в шоке, мальчик, крутится, вертится, все с кошками, Лебединое озеро, кошки танцуют, это надо видеть, приходите, будете потрясены, идет, да, спектакль, да, идет, Володя работает, а Катя, сначала она просто художник, а сейчас она вдруг сделала спектакль, стала рисовать песком, мой папа клоун с кошками, видите, песком рисует, все это, кошечки, все это уже выходят, оживают, интересно, вот каждый нашел свое, так вот, школа доброты, вот к счастью, сначала надо мной смеялись, я же ее 25 лет назад начал разрабатывать подробно, нашел подтверждение у Павлова, который обратился к ученым, родителям, сказал, развивайте у детей рефлекс цели, рефлекс цели дает ребенку устремление, а вот устремление воспитывайте, потому что взять чужое, тоже может быть устремление, и я на этом построил, я еще не знал этого Павлова работы, все, и на этом свое, и от себя, вот что я могу, что как я, я шел совершенно другим путем, я внутренне исследую только себя и свою жизнь, свои поступки, свои просчеты, свои ошибки, вот исследовал, как бы я их исправлял, и вот от этого я шел, и делал выводы, и на этом я строил всю свою школу, оказалось, что это целая научная работа, то, что я придумал, развитие правого и левого полушария, это самое, оказывается, целая наука есть, кинезиология, слышали такую науку? Кинезиологии не слышали даже. Нет, такой наукой не занимался. Вот видите, это связи между правым и левым полушарием, но я добавил туда еще, эта наука очень древняя, ей даже Аристотель занимался, но я туда добавил еще очень важные вещи, я добавил, вот с этой науки, Константин Сергеевич Станиславский, свою систему, метод физического действия, понимаете, поэтому я зацепился, стал развивать, и еще сильнее развил, а оказывается, вот он взял в науке кинезиология, результаты необыкновенные, все можно увидеть, это не навредит здоровью, это все при психике, все прекрасно, но я туда добавил еще одно, развитие правого и левого полушария и сердца, знаете, такой я назвал его, вселенский треугольник, потому что одна часть полушария отвечает за интеллект, там грамотность, знания, все, другая часть отвечает, если только ты этот развиваешь, знаешь, какой ты можешь такой, и еще двигается, другая часть, это за движение, умение реагировать, значит, баланс, все, и они между ними связи, но я понял одно, когда только это можно так развить, что можно стать отщепенцем, без сердца, без сердечных, это все грамотный, и мы же сегодня видим, какие прорвались люди во власти, хитрые, грамотные психологи, чувствуют, как что, знают, а знают, понимаете, это все, сердца никакого, совести никакой, понимаете, чести никакой, о чем вы можете говорить, и я этот треугольник, вот я решил восстановить то, что на Руси было, русский человек, сил его было, и это даже не то, что русский человек, у меня нет такого, что русский, я не назову, Россия, это не чисто русский, это смесь всего, потому что все жены армяна, у нас в цирке, все жены, дети, понимаете, армяна, азербайджан, чечня, ингуши, все дагестанцы, все вот так, у нас в цирке не было, что вот как-то отдельно, нет, все вместе, вот так, армяна, грузинская, понимаете, все вместе, представляете, какая вещь, и вот это очень важно, и в каждой нации находилась вот эта теплота душевная, она везде, и у чеченцев, и все, и у каждого своя строгость, сила, целеустремленность, и все это, и развивать правое, левое полушарие сердца, это очень важно, без этого, страны нет, будет такая, холодная, вот страна, вот есть страны, в которые я приезжаю, похожу, похожу, и я вот жил в Англии, ну сколько год мы там прожили, ну все, и вот я чуть не умер, захотел домой, все нормально, вот все хорошо, но не моя, ну вот не чувствуется, вот не моя, в Америке долго жили мы, тоже вот, я прям чуть не умер, повеситься можно, тоже не мое, вот в Японии мне нравилось, но все равно, там уж совсем не мое, понимаете, мне нравилось, но не мое, вот нравилось взаимоотношения, вот это, они старших, поминают, они уважают очень, у них такие есть хорошие, вот что надо бы взять у них, у японцев, умение работать, ответственность за свое, вот если он занимает, работает в какой-то области, он все отдает, он не делает так, два часа закончил, убежал, нет, он пока не закончит, он где-то там такого, вот все, там вот он должен сделать вот дело, понимаете, вот японцы, у них ответственность, вот это уникальное, японцы очень, огромное уважение к этому людям, к этим просто, среди англичан тоже вот, были удивительные люди, с которым я, у них была такая, английская, честность есть тоже, сейчас мы видим, что честность на высоком уровне пропала, а внутри, а внутри, в честь людей, она есть, потому что приехали импресарио в Монте-Карло, увидели меня, подошли ко мне, мы зашли в ресторан в Париже, и в ресторане Ля Кэт, Ля Кэт, Леша, то есть, Леша, мы заключили контракт, взяли салфетку, на салфетке написали пункты, и вот все, что мы пункты написали на салфетке, они все исполнили, на салфетке, там печать, судиться, там орбитажный суд, все это ерунда, это трата нерв, энергии, я всегда настроен так, я судиться не хочу, мы с вами или находим общий язык, работаем, и с этого получаем прибыль, и дивиденды, и очень уважаем, рады, или если не получается, ну тогда вовремя остановиться, и разошлись, без обиды, понимаете, чтобы судиться, а у нас есть договор, это вот не в моем, это характере. Юрий Дмитриевич, вы абсолютно правы, что доброта действительно, это острая необходимость нашей страны, потому что, не нашей страны, ну и вообще всего мира, и такое ощущение, что... с нравственностью, во всем мире это нарушение произошло, и особенно, когда смотришь сегодня, вот эти политические, что происходит, это такая безнравственность, такая грязь, это такой ужас, понимаете, и для меня, вот я, для меня это просто, я что делаю, я просто выключаю телевизор, там выключаю, не слушаю, вот, потому что, когда стоишь около почки бензина, то ты не дотронулся, да, но ты уже пропах весь бензином, поэтому, когда вот эти безнравственные, слышите, выключайте, вот эти передачи, которые там обсуждают, что там вот кого-то оскорбляют, дерутся, все, выключайте эту передачу, потому что вы становитесь соучастником всего этого дела, да, вы, ну вы, посочувствуй, как бы зубы дали, а эту девочку оскорбили, а эту залолосы потрясли, и вы это смотрите, вы себе наносите большой внутренний, своему внутреннему миру урон. Вы очень часто ездите по исправительным учреждениям, и все мы были недавно свидетелями, когда в Ярославской колонии просто зверски избивали заключенного, да, но вы ездите с людьми, находите общий язык, даже с трудными подростками, как вам это удается? А понимаете, в чем дело, я во взрослой колонии, я туда, сказал, я туда ездить не буду, потому что я не врач-реариматор, детское я увидел, что можно еще спасти, все-таки с детьми, это мой педагог сказал, Юра, а ты попробуй свою школу доброты в колонии, он так сказал, и я когда вошел первый раз, такое ощущение было, посмотрел на эти лица, все страны собрали такие там, сто человек, лысые все сидят, лица, таких лиц нигде не найдешь в кино, каждая какая особенность, ярко выраженные, и колючие-колючие глаза, и такое первое впечатление, как будто я в погреб зашел, мне это, а я же актер, я же чувствую, я чувствую, стена, между ними стена, как эту стену, мы ее, невозможно сделать ничего, как ее, здесь только одно надо делать, расслабиться, расслабиться, потому что только в расслаблении, расслабиться, и обратиться к себе внутри, невозможно, вот каждый раз, вот я приезжаю, уже 70 колоний, 70 раз был в колониях, выучить одно какой-то текст, невозможно, каждый раз я расслабляюсь, и у меня вдруг неожиданно, начинает идти изнутри диалог, отталкиваясь от этих лиц, от этой ситуации, от этого помещения, понимаете, вот это, каждый раз импровизация, и я нахожусь, через 15 минут, они уже так, глаза, потом час, они уже так, два часа, они уже влюбленные, в третий час, я уже ухожу, они, дядя Юра, не уходи, куда ты, когда вы к нам приедете, дети становятся детьми, я к ним прихожу, не учить их, не наказывать, не объяснять, ни что-то, что-то неправильное, что-то, нет, я просто прихожу, и рассказываю о своей жизни, как я в своей жизни воровал, действия, как я в своей жизни, меня наркотиками кололи, я им все это рассказываю, как в моей жизни, курил, и к чем это, как это произошло, это был у них шок, я с ними делился, так, и как я стал, я честный человек, я взять что-то, лучше руку отрезать, понимаете, я никогда не, вот курят, я уже, меня тошнит, все, я, наркотики, я знаю, что это такое, но я даже рюмку сейчас не пью, ну не пью, не пью, меня организм не принимает, аллергия, все, и это все меня не разрушило, то, что в моей жизни там в детстве было, это меня закалило, я, например, встал против этого, восстал и нашел пути, как обойти, и обошел, вот обошел, видите, как прошел, так что, и я им рассказываю, как спасаться, конечно, я прихожу с ним, к ним, с книгой Новый Завет, я им объясняю, если человек неверующий, какой бы он умный не был, вот я смотрю иногда на, по телевидению выступают некоторые, ведущие там, очень грамотные, очень умные, очень такой интеллектуальный, такой, ну прям образованный, и умеет сказать, и тембр, и чувствительные, и психологи, ну все, но они неверующие, и вот я смотрю на него, мне вот так жалко, этого человека, и он еще пытается что-то объяснять с экрана, дело в том, что если ты внутри, не чувствуешь в себе вот эту божественную, суть, основу, то ты, у тебя, ты всегда находишься на грани нарушения нравственности, ты никогда не сумеешь в сторону добра сделать шаг по отношению к кому-то, ты будешь делать шаг всегда, как выгодно тебе, не уча, понимаете, понимаете, без осознания, что творец есть, и он, ему не надо объяснять, вот в церкви, в колонии эти дети особенно это должны понять, если они это не поймут, они оттуда не вылезут, они не вылезут из своей внутренней тюрьмы, ведь это что, клеткой их там посадили, это счастье, их как в санатории там подержали, есть время одуматься и перестроить свой внутренний мир, и я вот с ними это веду, я их убеждаю, объясняю, как я к этому пришел, понимаете, это очень важно, дело в том, что я же когда родился, но я родился, с счастью, под иконами, но когда я вот жил, я же комсомол, октябрято, что не дай бог, крестик, крестик спрятать, ты что, сочеталось очень просто, я внутри знал, что бог есть, и я, я не знал, как его, что-то, что никто мне не объяснял, мне тетя научила там молитвы, несколько молитв, и эти они меня спасали, и я как-то шел, я понимал, что я захожу в церковь, посижу, постою, закрою глаза, я все время закрываю глаза в церкви, потому что, я посмотрел, в церковь очень много приходит людей, неверующих, они не верят в Бога, как обряд воспринимают, они пришли, делают обряд, вот, вот, паска, куличик, там, яичко, все это, и забыли, все, все, я раз в году побывала в церкви, присутствие, надо ощущать и чувствовать, каждую секунду, творец, видите, в моем понятии, вот, что такое Иисус, кто-то, что-то, даже слово, я сейчас сказала так грубо, вот это, присутствие, вот это, божественное явление, вот этого Сына, каждую секунду, потому что все, что было сказано, и все, что жизнью прожито, и все, что настолько чисто, настолько правильно, настолько проникновенно, настолько по-человечески, человечески, потому что Сын Божий, это человек, пришел, человечески, потому что сам творец, это вообще, мы, мы невозможно, мы не можем, даже наша мысль не может представить, это еще мы, осознать невозможно, а вот через него мы можем приблизиться к этой сути, понимаешь, поэтому для меня это нет понятия там, как, что, я встаю, вот открыл глаза, и радуюсь, что я живу, солнышко, ой, я всегда окно открываю, и так окно делаю, чтобы утреннее солнышко мне в глаза, ой, счастье, понимаете, вам дали жизнь, радуйтесь, вот обсуждают, там вот у меня что-то денег не хватает, машину разбил, там заболел, там все, остановитесь, вам дали самое главное, жизнь, я детям подсказываю, как эту жизнь сделать сказкой, все в твоих руках, ты можешь стать мастером в своем деле, но чтобы стать мастером, найди, в чем ты мастер, где, вот это очень важно, и когда ты почувствуешь основу, и ты начнешь развивать, 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 и ты это жить, этим будешь радоваться, и тогда мастером ты достигнешь таких высот, мастера все уважают, любой профессии, мастеру платят хорошо, мастеру принимают, понимаете, это очень важно, стать мастером, это, что ты на скрипке играешь, или на пианино, стань мастером, понимаете, первым, лучшим, это всегда основа, поэтому, это, а если это не твое, ищи, что ты можешь стать, может быть, я еще что-то, понимаете, у меня такой подход, ты сам счастье свое, в себе ищи, в себе, потому что тебя кто-то обидел, знаете, обидел, он обидел и ушел, и ты обидел, он же забыл уже, он забыл, что у тебя какое-то слово сказали, и забыл про тебя уже, живет своей жизнью, а ты переживаешь, и ты это внутри, день, два, три, думаешь, как мстить, освободи, освободи свой внутренний мир, выкинь, я даю целый ряд упражнений, помощи, вот учителю я даю, психофизический тренинг, помощь педагогу, как снять стресс, как снять, ну, это напряжение, это уже найденные приемы, которые веками, их надо просто правильно сказать, как делать, понимаете, вот тебе могут дать что-то, вот очки, как это, будешь думать, и так, и всякое, все такое, как им пользоваться, и так, очки, надо одеть правильно, понимаете, поэтому, здесь вот очень, вот, такая вещь, что, жизнь настолько разнообразна, настолько интересна, я вот смотрю, Лена, надо же, нам уже 70, вчера только бегали, босиком, все, а сегодня, и как хочется еще, вот, ну, не просто пожить, не только покушать, поесть, поесть, нет, а вот сейчас особенно что-то отдать, еще больше отдать, вот все, что опытное, поэтому я вот пишу книги сейчас, моя школа доброты, уроки доброты, это короткие рассказы, я же никогда не был писателем, и вдруг я стал с Леном Союза писателем, за мои книги знали мне премию, дали народного учителя даже, понимаете, за работу, потому что я отдаю свое сердце, это не моя профессия писатель, нет, ну, я получаю удовольствие, не моя профессия учитель, но я работаю, вот я вот, понимаете, и так тихонько, потому что все-таки работа клоуна, это очень такая многогранная, огромная, это не может, ведь заметьте, в любой профессии очень много специалистов, среди клоунов, единицы, вот кого вы назовете, Карандаш, Олег Попов, Никулин, Ингибаров, и кто еще? Юрий Куглачев, и Куглачев, все, сегодня, понимаете, ну, есть еще, Слава Полунин, все, но Слава, он как к нам, мы цирковые клоуны, так сказать, эстрада, потому что если брать там уже театральный, там же Живанецкий, и Задорнов, там это тоже, Райкин, это тоже, как бы можно сказать, комедийный жанр, но, среди вот наших цирковых 13 метров, где очень сложная работа, очень сложная, и физическая, и все, их всего единицы, понимаете, в кинематографе единицы, вот вы тоже можете назвать, поэтому это образ жизни, это, ведь клоун, это человек, который попадает в сердце человека, в эпоху свою, была эпоха карандаша, где вот все, вот это он на картошке сидел, там все очень расстреляли, понимаете, была эпоха Олега Попова, когда он съехал в Англию, съездил, и королева с ума сошла, солнечный клоун, все, была эпоха Ингибарова, когда это, он пластичный, все пошло, грим убрали, убрал, он без грима работал, со своим лицом, это целая эпоха, понимаете, Юрий Никулин, который, назовите мне, самого сильного, драматического актера, который может сыграть клоуна, выйти в цирк и сыграть клоуна, никого не назовете, в мире нет таких, а вот клоун может стать драматическим актером, и Никулин это доказал, понимаете, и так же вот, я по-своему, клоун занялся психологией, именно, я себя не называю психологом, потому что, когда говорят, я психолог, я так иногда с таким, очень, на это смотрю, осторожно, психолог, знаете, психанутый ли человек, или надо еще разобраться, потому что, их там учат, в школе не этому, их не учат, человеческому теплу, их учат другому, их учат, Фрейд, они знают, там сто, там всякие теории, системы, а как, на себе применить, как через себя, вот это, это, а я просто, я практик, вот садятся передо мной люди, вот в колонию прихожу, вот сидят, вот они такие звери, на которых крест поставили, и я переформатирую, я форматирую, вообще поворачиваю взгляд, нажить чуть-чуть, уже чуть-чуть, раз в глаза, и оказывается, здесь я вижу, другой путь, оказывается, можно жить другим путем, и интересно жить, и хорошо, и добиться можно очень многого, все, и квартиру иметь, и машину, и дачу, все, только вот чуть-чуть, чуть-чуть, а можно вот так, на рельсе, понимаете, поэтому, моя вот задача, чтобы вот я работаю с детьми, чтобы они, что такое патриот, понимаете, это слово такое, патриот, значит, надзор прыгнул, это все, это неправильно, вот я уехал, за границу, там все красиво, особенно вот, 70-е годы, 80-е, все, вот это мощно, все это, знаете, магазины, все, а у меня здесь нет, у меня здесь не такие домики, у меня здесь не так все роскошно, и я все равно возвращаясь назад, я внутри, не променял, понимаете, не поменял все-таки, а мне здесь приятнее, понимаете, я, как вам это трудно слово объяснить, я себя патриотом не считаю, я просто люблю Россию, я без нее не могу, вот я точка, где вот родился, вот я здесь и приходился, понимаете, я здесь нужен, уже, смотрите, 70 лет, и я нужен, и будет 80-90, вот до 100 потяну, камень зрения идет, и буду нужен, это и стране, это же, потому что актер отдаёт же все, все, что есть, все отдаёт, мы ничего с собой не унесём, и меня иногда олигарши, которые хватают, хватают мешки, набивают, ребята, вы ничего с собой не унесёте, сделайте здесь, где вы живёте, вот здесь сделайте сказку, есть у тебя возможность, построить здесь что-то, сделай, да, с этого начинай с малень, не то, что хватать, я миллион, нет, вы с малень, начни, чтобы и люди начнут, у них работа появится, и там, и тихонечко, и так мы кусочками, кусочками, ведь Россия чем была прекрасна, у нас были люди, которые так любили свою страну, они собирали лучшие картины в мире, новые всё модерны, выясняется, что у нас, Третьяковская галерея, обладает такими французскими художниками, которых у них нет, во Франции, которых они придирали, а здесь оказывается, а сегодня они за любые деньги готовы выкупить, эта страна прекрасная, вот её, это сказочная страна, я не могу объяснить словами, я вот еду и упиваюсь всё время, радуюсь, понимаете, да, в Италию приехал, красиво, всё, а вот на Донбай я съездил, прошёл, понимаете, всё равно у нас то же самое, лучше даже, понимаете, поэтому здесь нельзя сказать, вот у нас это, да, иногда, вот думаешь, вот надо же у них какие условия, там у них и климатически, удобно, всё, в Израиле по три урожая снимают, представляете, маленькая страна, кормит весь мир картошкой, Россию, мы же дожили до того, Россия огромная, где у нас во дворах картошка, мы кушаем израильскую картошку, это же умора, понимаете, поэтому хочется сказать, все, кто власти, друзья мои, вы что, поменяйте чуть-чуть, чтобы картошкой, мы можем, мы вообще этой картошкой завалить весь мир можем, хлебом, у нас всё есть, не только газом, нефтью, у нас всё этим мясом, вообще, в Аргентине делать нечего, сколько мы можем этого мяса здесь приготовить, только надо с умом делать, это не делать большие, такие, огромные, такие, полигоны для животных, свиней много, не надо, одна заболела, и всех 3000 заразила, понимаете, надо всё аккуратненько, у меня вот, хрустальный замок для кошек, да, 200 кошек, но у меня стеклянные ограничения, да, кто-то заболел, чтобы остальных не заразить, вот этот мой вольерчик, раз на карантин, понимаете, там 5-6-7 кошек, вот они могут заразиться, но не все, это надо соображать, кто занимается сельским хозяйством. Да, Михаил Михайлович Живаницкий как-то сказал, родина там, где твоя любовь, и здесь, в этой стране, вас безумно любят дети и взрослые. Юрий Дмитриевич, вы уже 28 лет руководите своим театром, сначала он был у вас частный, а потом перешел в государственные руки, как вам лучше было руководить, когда он был частным или в государственных руках? Дело в том, что когда в 90-е годы я получил этот театр, конечно, было удобно частным. Я умел, я добавлял сцены на билет, любое, я мог из кассы взять денег, сразу чем-то расплатиться за лекарства, что-то, все, у меня все было просто, понимаете, мне не надо было проводить через какие-то тендеры, там что-то какие-то, я регулировал сам. Так, ох, сегодня, так, будет сейчас отпускные, надо работать, активно работаю, но весь ужас том, что у меня не было даже отпуска никогда, мне приходилось постоянно работать, потому что, если я остановлюсь, все, все рухнет. Было интересно, было очень выгодно, но потом я заметил, что вот этот, это малый бизнес, что его потихоньку уничтожают, уничтожают. Я понял, что в какой-то момент начиналось уничтожение, но меня пока держали еще. Я когда писал, аренду дайте мне там, аренду, я же детский театр, меня проверяли, что я там, может быть, сдаю какую комнату, или еще, нет, детский театр, занимаюсь только детским искусством, все. И тогда мне давали символическую аренду, аренду. Но когда я услышал, что уже вообще решили поставить крест, что все льготы снимаются, я понял, что мой театр рухнет, что это все, что я создал, 15 лет занимался, исчезнет, потому что я не смогу платить миллион аренду, потому что это рядом в центре Москвы, 2000 квадратных метров, я не смогу уже коммунальные пошли вверх оплачивать, коммунальные, это все пошел страшный дикий взлет, я понял, что это исчезнет, не может частное дело, детский театр, это чтобы сохранить, нужно где-то жилку иметь, там, нефтяную, ну, кто-то, что-то должен, невозможно, на детском бизнесе невозможно больших денег заработать. Я просто пошел к Юрию Михайловичу, сказал, Юрий Михайлович, я вот хочу передать все, что я имею, все театру. Меня Швецов вызывал, Юрий Дмитриевич, вы знаете, вы деньги теряете. Это очень интересная женщина была, вот, я говорю, ну, вы знаете, мне скоро 60, но я с собой не унесу это, а вот уголок Дурова, представляете, Дурова нет 100 лет, а уголок существует, и меня не будет, а театр Гуглачева будет жить, и радовать детей, и ту идею, которую я в 8 лет задумал, и она будет осуществляться через 100 лет. Он говорит, ну, вам придется же все отдать. Я говорю, я все, поэтому я отдаю все, что здесь закупил, холодильники, все, все, свет, все отдаю, потому что это, и это было решение правильное, вот сейчас мы понимаем, нас бы уже не было в живых, театра бы в Москве не было бы, мы не смогли бы существовать, а государственные, да, сегодня вот на государственные мы можем существовать, потому что нам государство дало возможность отремонтировать театр, во-первых, нас бы задушили пожарники, а здесь нам дали денег на прикомитете, Москва все-таки, понимая о том, что это единственное в мире, такая точка на планете нет ни у кого, к нам же приезжают все американцы, французы, итальянцы, ну все едут сюда, особенно если кто-то замуж или женился где-то на иностранке, обязательно, о, поехали, я покажу тебе то, что у вас не было и нет, о, понимаете, это восторг у всех, и, притом, независимо от возраста, у нас нет такого, что детский театр, это мы как бы там на бумаге читаем, сидим, но они детские нас все-таки, они понимают, что мы не детские, нам взрослых сидят 80%, потому что это молча, мы же не разговариваем, мы действуем, работаем, все, кто любит животных, все приходят, и вот государство, конечно, мы без государственной поддержки бы пропали бы. Да, скажите, тяжело вообще руководить театром, вы же не только артист, вы занимаетесь всякой финансо-хозяйственной, деятельностью, работой. понимаете, в чем дело, не надо руководить, все идет, живи честно, вот тяжело руководить, когда ищешь, как бы это украсть, как бы сделать так, вот трусы сделать, чтобы стоили 20 тысяч рублей, а вот этот вот пиджачок бы за 100 тысяч рублей бы оформить, оформить. Вот когда начинаешь думать, вот тогда проблемы, понимаете, а когда ты это честно живешь, что мне воровать из самого себя, театр Куклачева, понимаете, я все, что есть, вкладываю свое еще, понимаете, и поэтому все очень просто и легко. У нас 4 программы, Дима работает свой спектакль, уникальная работа, Дима, он закончил режиссуру, знаете, в ГИТИСе, режиссер драмы, не просто так, и он сейчас драматический спектакль сделал, я потрясен, я потрясен, я в цирке, он соединил цирк с театром настолько, что вот я думаю, вот этот спектакль, его даже можно и на государственную премию выдвинуть, потому что это уникальный спектакль, он сейчас создал, волшебная сказка, и красочная, и яркая, и по-доброму, и, ну, все, все, понимаете, там и нравственность, и чистота, ну, все вот собрано, вот, Катя, она по-своему, понимаете, у каждого свой, так сказать, свой коллектив, у нас четыре театра, театр Димы, театр Кати, театр Вовы, и театр Папы, и мы соревнуемся, друг у друга смотрим, ах, и так, мы не подпиливаем тросик друг к другу, нет, мы, ага, как интересно, а я думаю, что-то тоже, я когда, они меня подхлестывают, так я как-то одно время, знаете, так, и спокойно, и все идет, а потом смотрю, Дима такой сделал, думаю, он разозлился, мне уже говорят, вот у Димы-то, там папу смотреть нечего, раз-раз-раз, коты-мореходы, бам, потом чувствую, уже надо что-то еще, проехали, коты-мореходы, мяугли, и вот сейчас мяугли уже делаем, такое-то такое, тоже такое, понимаете, по-своему, они свое, Катя свое, там кошки, бабы, ешки, там думают сейчас, уже Вовочка свое ищет, и мы все вот, вот эта династия наша, вот единственная вот для меня задача, мне долго надо жить, чтобы моя династия жила дружно, понимаете, вот братья запашные, они могут внутри там ругаться, драться, а на зрителях они братья запашные, понимаете, и везде, что в ней, братья знаменские, понимаете, братья, и здесь вот, братья, но здесь мы не можем, потому что сестра, значит, династия куколочевых, понимаете, пусть они сохранят вот эту дружбу, взаимоотношения между собой, это вот сегодня у меня очень важная задача, то, что у каждого жена своя, муж, понимаете, все они, это же чужие люди пришли как бы в семью, и они папу уважают, а между собой трудно им найти общий язык, поэтому всегда это сложности, но я думаю, найдем, преодолеем, потому что в основе у нас все-таки здесь доброта, и вот любовь, и вот уважение, это основное, я, так сказать, на этом ставлю, и очень, так сказать, они понимают, что у меня жесткое направление только в этом, остальное я ни вправо не влево, здесь шаг в сторону, и все, расстрел. Вы счастливый человек? Да, я счастливый, я счастливый, потому что я нашел себя в этой жизни. Спасибо вам, вы настоящий бренд нашей страны, вы замечательный артист, который реально делает этот мир лучше, удачи вам. Вы еще, я скажу, бренд. Вот вы сказали бренд, но я не сказал вам такие вещи, о которых можно только говорить. Я, например, был артист цирка, открыл кооператив, и в Париже заключил договор с израильским импресарио, это был 87-й год, о гастролях в Израиле. И в 88-м едем на гастроли, меня вызывает Старую площадь, положите партбилет, вы едете в страну, в которой нет дипломатических отношений, вы знаете, что они наши самолеты в Египте сбивают, там война идет, война между, видите, шла, как бы, и все, это агрессор, и все, и так, стоп, ребят, я заключил договор не куклачев, а кооператив, кооператив цирк, и это выгодно, материально выгодно, очень самый хороший контракт. Короче говоря, приезжаю в Израиль, огромным трудом, это долго рассказывать, мы приехали, начинаем работать, выступать, знаете, напряжение стран, а дипломатических отношений нет, приехать через какую-то страну, там паспорта оформляли, всякая проблема, короче говоря, мы приехали, и я обвешаю флаг, израильский и Советского Союза, и гремит гимн, израильский, все это стают, и я, то есть, семь тысяч народу, и гимн Советского Союза, израильский, дружба, и спектакль, стоя, мы два месяца работаем в дворец спорта, и Адельяо, семь тысяч народу, по два спектакля каждый день, миллионы, полтора миллиона посмотрела, почти вся страна, потому что мы привезли, такое чудо, и после этого открыли, дипломатические отношения, понимаете, потому что поняли, что хватит, что нам, вот видите, как хорошо, дружба, локацию, вот, в Мексику я приезжаю, в это время бомбят Чечню, пишут все газеты, русские, там все, там Путин, все, знаете, грязь там льют, что непонятно, и вдруг я приезжаю, я ни слова о политике, ни слова ни о чем, я просто начинаю, меня начинают приглашать на прямые эфиры, там оказывается в Мексике около 40 телевизионных студий, и каждый имеет свое, и каждый вот каналы, и всем я приезжаю утром и вечером, и везде о доброте, о любви, и все газеты, слушайте, мы здесь пишем, что, а здесь оказывается приехала любовь, оказывается в России-то, и меня посол даже, такое письмо дал благодарственно, спасибо, мы с таким трудом, три минуты пробивали, не можем пробить, чтобы в эфир, а вы 60 раз в эфир, по три минуты, полтора часа, почти два часа, прямой эфир, это сенсация, знаете-ка, а на сколько, в Канаду приезжаю, выступил, сидит Трюдо, премьер-министр Трюдо, посмотрел, говорит, о, как интересно, поворачивается к послу Яковлеву, и говорит, пусть клоун к нам завтра в гости приезжает, на обед, в таком истории дипломатик клоуна, премьер-министр на обед, это целый рассказ, почему, короче, мы приезжаем, встречу Трюдо дома, на обед, представляете, насколько это мощно, наше выступление, насколько они сильно, все, поэтому, по всему миру, где мы ездили, пари шли, или, притом, мне знаете, чем повезло, я как в 73-м году выехал за рубеж, первый раз, и дальше, меня как увидели, и стали передавать из рук в руки, я был валютой, знаете, я, так сказать, на нас обиделся тогда, помню, Олег Попов, очень сильно, Никулин, почему, потому что, клоун Куклачев, еще Марчевский, то ли был клоун хороший, молодежь пошла вперед, стали нас приглашать, за рубеж только мы в основном, они такие мелкие поездки, а крупная Америка, Франция, Япония, там все, это только мы, молодежь, это вот, конечно, такое было, так что, я вам скажу, такую вещь, что, мое, конечно, мое главное пожелание, чтобы, вот, если кого-то обидели, не обижаться, до такой степени, чтобы мстить, прощайте, и вам простят. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА